Вот небольшое видео. Пришел сосед, а вон она машинка его. Старый друг. Да. Хольцваген жук. Ну и обидели его. Обидели как? Взяли, вот ударили, фонарь треснул. Мы чуть заклеили. Хотим сейчас немножко его слегка полировать. Вот это постараться максимально убрать, чтобы в глаза не получилось. Понятно. Вот здесь вот надо было еще наращивать, наращивать и наращивать. Ну, хотя бы так. Посмотрим, что из этого получится. Взяли шкурку. Вот она. Убитую 150. Грубей мы не нашли. И решили поубирать все лишнее, потому что тут заусенец. Конечно, понятно, что чем меньше шкур, лучше, но тем не менее. Вот это вот мы вышлифовывали два года. А сейчас более-менее оно шлифуется. Нам же надо побыстрее. Мы же не можем целый вечер это посветить. Поэтому постараемся, чтобы позже. Ну и шлифуем соткой. Потом мы выводим по правилу 100. 150, 240, 320, 500. Ну и так далее. И потом полирнем. Посмотрим, что получится. Ну вот, дальше следующая наша шкурка будет 320. Он конвертачится в видео, тоже про полировку, но металла. Ну вот и попалась полировка пластика. И потом, как говорится, покажем. Заодно было. Следующая 320, потом 400, 500 и прочее. Позволю себе маленькое лирическое отступление. Как вот здесь мы видим, вот. Здесь по-хорошему надо было бы еще раз, два, три залить. Поскольку здесь как бы не хватает. Ну, с хозяевами говорили, машина не новая, не на выставку. Вот. Достаточно будет и этого. То есть мы берем, как бы немножко подсрезаем. Он говорит, ты как-нибудь ее подзачись чуть-чуть. А если ничего, так и пусть и так. Самое главное, что фонарь склеился. Его хорошо тут проливали. Он как бы вот уже проверяли. Вода не проходит. Все это заклеилось. Ну, все. И, говорит, тут с нее не стрелять. Вот. А по-хорошему, конечно, надо подливать, чтобы полностью заполнить. И при шлифовке, наоборот, вот эти места были лишними, были в плюсе. Возвышались над поверхностью. При шлифовке, как бы, все в плоскость выходило. В данном случае, здесь будет вот так, как бы, плавная ямка выбранную. Вот. Ну, я думаю, будет и так нормально. Уже данарик по фонарю видно, что он начинает на человека походить. Ну, как бы, говорить ГОП еще рано. Продолжим шлифовать. Так. Видео на паузе было. Следующим номером у нас будет скурка под номером P500. Вот. Тут два листочка есть. Вот. Пятисот очки есть. Вот. Сейчас оденем и продолжим шлифовать. Продолжаем эпопею. Вот загружается, как раз, на канал видео. Предыдущая полировка стали. Дальше, вот, как мы видим, уже фонарь начинает походить. Уже мы не шкурку берем. Ну, в данном случае у меня шкурки мне звонили. Вот. У меня нет сейчас в наличии вот таки абразивностью 500 и выше. Вот то, что есть. Я беру скотч-брайт. Но уже фонарик на фонарик начинает похоже. Вот. К сожалению, вот здесь вот у нас такие артефакты получились. По какой-то причине видно. Или затекло, или там. Не знаю, что тут. Вот. Попытаемся разобраться. Но что-то там какая-то как пыль, как мусор, что ли. Вот. Если мне вот эта вот пылинка, то фонарь уже, как бы, вот, издалека уже он особо в глаза не бросается. И то мы еще пошлифуем. Ладно, продолжаем шлифовать пока. Ну, вот. Немножко понячил его я. Такой фонарик пока получается. Теперь. Вот. Разбор полетов. Вот мы, как мы видим, тут немножечко... Вот. Из-за того, что мы его не долили. Ну, не мы, а, в принципе, хозяин не долил. Ну, не важно. Вот. Вот борозду надо ее проливать, чтобы она, еще раз повторюсь, как бы была надверхностью, чтобы было чего срезать. А не так, что вот здесь вот я сейчас глажу пальчиком так, аккуратно, и чувствуется такая, ну, нехватка материала. Вот. Опять же, как дело. В данном случае, вот здесь, когда клеишь по-красному, надо брать кусочек фонаря в дихлоретане растворять и делать его красным по возможности. И заливать вот так же вот сюда, вот здесь вот и вот здесь по-красному. Если он белый или желтенький, заливать лучше прозрачным. Вот. И, опять же, говорю, наращивать, наращивать и не торопиться. Ну, в данном случае, человеку, как бы, и это за счастье, его ударили. Вот. И пока там все это выплатится, неохота ездить. Ну, уже даже такой фонарь поставить, он уже заблестел чуть-чуть, но, как вы видите, глицетоматовый. Но мы еще полиролем не касались. Полировать будем мы полирольками любимыми. Это из предыдущего видео видно. Это у нас мензерна. В данном случае, хватит двух номеров. Первый, второй номер полирольки. Вот. А с Ашами и с Рупесом мы прощаемся. Ну, что же. Вот он полироль. Наносим его аккуратно. Вот. И, опять же, к сожалению, и снимать и работать надо одной рукой. Поэтому я потом, когда уже сниму, покажу. Ну, тут все понятно. Первым номером. Вот. Я взял тут у меня подубительненькая такая старенькая есть. Вот эта вот штучка полировальная. Потому что неохота новую забивать. Вот. Да и смысла нет. Этот поменьше, поаккуратнее им будет работать. Тот там диаметр побольше его. В принципе, такие вещи небольшим полировальничком, даже меньшим можно было бы полировать. Но у меня его на данный момент нет. Вот. Тогда сниму результат. Вот такой у нас фонарик стал после первого номера. Естественно, опять же, вот пор полетов. Вот мы видим эту полоску. Если бы она была залита, она бы так бы лесом не отдала. Потому что вот внутри у неё железка не хочет наводиться. Ну, короче говоря, она видна. Но не так же очень. Конечно. Но фонарь уже заблестел, стал нарядным. Ну, я думаю, как бы на худой конец это уже выход. Второй номер. И потом посмотрим. Машинка вон и назад. И посмотрим потом, какой фонарь лучше. Есть на чём потренироваться. Поэтому будем тренироваться. Сейчас полернём вторым номером и посмотрим, как будет вообще. Кстати, ещё маленькое лирическое отступление. Вот когда удар, там надо все собирать в пакетик. И всё. Потом вдруг чего? Надо его склеить и в конце концов за какую-то сумму, там, пусть за полцены, за 30% цены. Иной раз фонарики так кусаются, что мама, не горюй. Вот поэтому, как бы, есть смысл с кусочки посидеть там вечерок, поклеиться и потом продать, оставить и ездить. И всё. И не морочить себе голову. Ладно. Ну, отступление. Продолжаем полироваться дальше. Ну, вот. Теперь заблестел фонарик. Вот его видно, что он заблестел после второго номера. Вот сейчас мы его немножко попытаемся выкупать. Но опять же, разбор полютал. Вот всё-таки, всё-таки. Ну, тут ушло обидно. Вот. Да, тут немножко видно. И первая ошибка. То, что внутри в нём, что это, есть там, это белёсое. вот такое внутри. Пыль, не пыль. Вот. И вот эта борозда. Если бы её, как говорится, залить от души и пропитать, то не было. Ну, сейчас попробуем отмыть её. Вот. Резкость навёл. Таки. Как бы видно трещину. Вот. Что как бы не есть хорошо. Ну, с другой стороны, фонарь живой и целый. и пошёл. Рядом фонари поставь. Это у нас живой фонарик. Мы решили, что его тоже надо будет полирнуть, поскольку явно видно, глянец тут и тут. Невооружённым глазом видно, что. Ах, красотень. Сейчас мы и такой. И вот этот сделать. Чуть мутноватый. Ну, ничего. Это он... Это он ненадолго. Да. Вот и всё. Сочка про белого бычка называется. Ну, вот он, второй наш фонарик. Тоже красивый. Растит весь. А хозяин довольный. Сейчас. А? Класс. Вот. Ну и всё. А вот теперь два видео есть. Одно про полировку. Сначала, как спрашивали, но и не спрашивали. Я тут так получилось, что получилось снять про полировку пластика. Вот. Ничего сложного. Просто надо аккуратненько доделать, и всё у всех получится. Продолжение следует...